Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я вам хочу рассказать про одно из растений, которое раньше входило в число 12 магических растений. Считалось самым сильным лечебным растением практически от всех заболеваний, которое растет повсеместно как сорняк. Вот же ж мудрость природы. Она в большом количестве дает нам растения, которые приносят нам пользу. И которые знает буквально каждый из вас, причем с самого нежного детского возраста. Это лопух. Лопух, репейник, мы его называем по-разному. Все помнят в детстве вот эти вот колючие шарики, которым мы кидались. Или это было наше первое лего, из которого мы составляли разные фигурки, собачек, какие-то куколки. Не подозревая о том, что в наших руках растения с огромной оздоровительной пользой. Именно про лопух я хочу вам сегодня рассказать. Есть такие растения, я их очень люблю. Например, шиповник, яблоня, сосна, которые целебны целиком. От кончика корешка до кончика листочка, цветочка. Каждая часть растения по-своему целебна. И лопух в этом плане, наверное, стоит на одной из первых позиций. Почему? Дело в том, что лопух годится нам в лекарства, в еду, в косметику. Наружно, внутрь, зимой, летом. Это растение, которое Бог создал для того, чтобы мы были здоровыми. И, наверное, единственное, почему мы еще не стали такими здоровыми. Просто потому, что чуть-чуть не хватает знаний. Их можно приобрести на канале Процветок. Их можно приобрести в моей фитошколе Дивея. И здесь я делюсь с вами секретами, авторскими рецептами, наработками, которые у нас за все это время собраны. Итак, какова польза лопуха? Все, наверное, знают, что лопух можно прикладывать к больным коленкам или к больным суставам пушистой, мягкой стороной, если есть воспаление. Если сустав болит, если мы наработались на своей любимой даче, где у нас высажены саженцы, приобретенные в интернет-магазине Процветок. И хочешь, не хочешь, а хочется за ними ухаживать, работать, выращивать, радоваться. Если болит сустав, что мы можем сделать? Мы можем взять свежий листок лопуха или высушенный. Высушенный минут за 20 до компресса необходимо ошпарить кипяточком. И пушистой мягкой стороной, приложив к больному суставу, сверху обернуть не туго пищевой пленкой и каким-нибудь тепленьким шарфиком или платочком. И на ночь. К утру боли уменьшаются при артритах, при артрозах. При воспалениях каких-то травматических суставов, где-то стукнулись, на даче это очень легко, где-то случайно травмироваться. К утру обычно отеки и боль спадают. Конечно, если заболевание хроническое, такие как артриты, артрозы, лучше сделать курс из 10, 12, 17 таких обертываний на ночь. Каждую ночь таким образом заворачивать сустав. Лопух помогает рассасываться солям, помогает рассасываться воспалению, охлаждает вот эти горячие, воспаленные, неприятные ощущения. Утром у вас будет в суставе достаточно неплохая подвижность, даже если до этого вы просыпались с тяжелыми, отекшими суставами. В этом лопух великолепным образом помогает наружно. Кому еще может помочь лопух наружно? При каких-то экземах, зудящих экземах, кашицу из лопуха великолепным образом прикладывать к зудящим местам, и он будет снимать зуд и заживлять, что самое главное, поврежденную кожу. При зуде от укусов насекомых, которых очень много на нашей даче, комаров, пчел, то же самое, кашицу лопуха прикладываем к больному месту, и великолепным образом у нас зуд уходит. Если, тьфу-тьфу, не дай бог, где-то есть ожоги, схватились за что-то горячее неожиданно, или кипятка пролили, ну, разумеется, если ожоги небольшие. Очень хорошо кашицу из лопуха с медом прикладывать к обожженному месту, и лопух таким образом великолепно помогает нам ожоги обезболить и рассосать. Это, что касается наружного применения, листа лопуха. Корень лопуха наверняка для наружного применения. Многие из вас знают такой термин, как репейное масло. Что это такое? Это настоянный на сушеном, измельченном корне лопуха масло, которое годится для косметических и лечебных целей. Если втирать это масло в корни волос перед мытьем, а потом хорошенечко его смывать, это масло великолепным образом стимулирует рост волос, пробуждает спящие фолликулы волосяные, новые волоски начинают расти, укрепляет уже имеющиеся волосы, утяжеляет волосы, делает их шелковыми, такими сытыми, здоровыми. Это очень важно. Для ухода за возрастной морщинистой кожей такое репейное масло тоже очень годится. Оно разглаживает морщины, оно делает кожу более свежей, более упругой. Тоже очень и очень здорово. Можно использовать как в индивидуальном варианте, так и в каких-то масочках, в смешанных, например, я мою голову мукой, яйцом и добавляю туда обязательно репейное масло. И не надо никакого шампуня. Это что касается наружного применения. Что касается внутреннего применения, лопуху можно петь одой бесконечно. Корень лопуха является фактически продуктом питания. В Нидерландах, в Японии его фермеры выращивают как овощ, как овощную культуру. И в магазинах его можно купить под названием гобо, определенные сорта лопуха. Мы же можем просто пойти и выкопать корень лопуха. Но тут есть нюансы. Смотрите, лопух – двулетнее растение. Для еды и лечения нам годится корень осенью первого года или весной второго года произрастания. Почему? Потому что если мы будем осенью второго года выкапывать корни, они будут деревянистые, жесткие, невкусные. И они уже отдадут все свои целебные питательные вещества на выращивание семян. Как любой родитель отдает все самое лучшее своим деткам. Как нам определить, что корень именно первогодок? В первый год лопух дает листья. Говорят, здоровые, как лопух. Большие листья, но не дает стрелки. Вот если вы видите листья, то осенью этого года растение можно выкопать. Или если вы знаете, где оно растет, на следующий год весной выкопать. А вот если лопух дал стрелку с репейниками, это уже второй год произрастания. Такой корень нам, скорее всего, годится не будет. Итак, мы выкапываем вот эти вот корни, свеженькие, сочные, упругие, которые чаще всего бывают похожи на морковку. И длины они бывают разные, и 20, и 40, и 60 сантиметров. В зависимости от того, какая почва, где растет этот лопух, сколько ему хватает питательных веществ. Очищаем верхний темно-коричневый слой. Если мы собираемся его использовать в пищу, лучше его замочить в водичке перед тем, как там настрогать в салат, или на сковородку с лучком, с грибочками там, с морковочкой поджарить. Почему? Он будет темнеть на солнце, как вот морковка, как картошка темнеет. Это не уменьшит его целебных свойств, ну, просто будет чисто визуально, чисто эстетически не очень красиво. И после всего мы можем его настрогать в салатик, мы можем его поджарить, например, на корейской терке натереть, поджарить на сковородке с овощами, мы можем использовать его в суп, мы можем использовать его в кашу, да, потушить. То есть это обычная овощная культура. На вкус она, так же, как и морковка, обладает таким слегка мучнистым, сладковатым привкусом. Очень приятный, очень приятный. Можно высушить лопух и смолоть на кофемолке. Это будет великолепный аналог кофейного напитка. Если смешать его с корнями еще одуванчика и пырея, это будет практически эликсир бессмертия, который очень рекомендовали в свое время целительницы, травницы славянские, которые очищают организм, оказывают противоаллергическое, мочегонное, противоотечное, желчегонное свойство. То есть он помогает очиститься нашему организму от шлаков, помогает омолодиться. Это очень важное свойство лопуха. Противоаллергическое, очищающее от шлаков, мочегонное, желчегонное. Лопух помогает вырастить нам полезные бактерии в кишечнике, которые отвечают за 70% нашего иммунитета. Тем, кто ест блюдо из корня лопуха, практически не стоит бояться дисбактериозов. Очень полезно пропивать или есть блюдо из лопуха тем, кто прошел курс антибиотикой терапии, тем, кто хочет перейти на здоровое питание, тем, кто хочет снивелировать вред не очень здорового, но такого вкусного питания, которое мы любим все. Куда деваться, мы не святые. Вот это надо иметь в виду, что лопух на самом деле весьма и весьма целебное средство. Что касается листочков, сок свежего майского и начала июня лопуха, если его законсервировать, он помогает рассасывать кисты в организме. Это его уникальное свойство. Что мы делаем? Мы берем, собираем лопухи, очищаем их вместе с сочными черешками и прокручиваем на мясорубке, на блендере. Можно с небольшим количеством воды. Добавляем примерно 20% от отжатого вот этого вот сока с водичкой водки или спирта для консервации и убираем в холодильник. Принимаем по столовой ложечке 3 раза в день. В первую очередь рассасываются кисты желудочно-кишечного тракта и почек. Если пропить подольше, 2-3 месяца, то рассасываются и кисты каких-то других органов. Это опробовано, это действительно великолепно работает. Главное иметь усердие и постоянно не забывать об этом. Разумеется, тут тоже есть свои противопоказания. Индивидуальная непереносимость, может быть, где-то беременность, где-то кормление грудью на всякий пожарный. Да, мы не применяем. Но в целом лопух – это очень и очень целебное и вкусное растение. Собирайте его, исцеляйтесь и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok